Это Таракташская керамика, 3-й и 4-й век нашей эры. Вот витрина мужчинам заниматься, это первая витрина, Таракташская керамика. 3-й и 4-й век нашей эры, село Дачное. Внизу две ампуры. Первый ампура, первый век до нашей эры. А вторая, а прочитывая, до нашей эры. Во второй витрине также экспозиция, первый, третий век нашей эры, село Дачное. Здесь между витринами у нас гробные памятники. Подходите, пожалуйста, по плечам. Бронзовая поясная гарнитура, 8-й век нашей эры, поджарского периода. Бронзовая поясная гарнитура. Баночки бронзовые, девушки закалывали параллы, были капоушками. 34-й, костяная руководка ножа. Здесь самое интересное, средняя фляга. Вот такие фляги, к Василисовой садике, попить водички. Это же тренинг водородового. А здесь, как можно, в средневековом. А здесь расположены надгробные памятники. Элементы архитик-борды, элементы монстральщика, кромкновый кротер и раздорная часть. Все, что он возражен на инструменную архурусового церкви. И допекают на вторую часть монстрал. Когда это здание было на повечественной церкви, все плотинские тексты. До стола приводится так. И до здания были построены господи в Каталане, 4 января 1373 году. Христос спаси, аминь. Два герба. С левой стороны герба Веодосии, с правой стороны герба Монсула Каталане, где люди заложили. Также средневековая пикла, христианская надгробная памятник, заставная пикта. Подходите, пожалуйста, к тому же украшения. В этих зерене расположены женские украшения. Бубенчики были украшениями, отбоги, болезненные дыха. Сверху бронзовые зеркалки. Рядом 4 маленькие палочки, видите, соединены. Это был маникорный средневековый наборчик. Да и женщины со собой всегда смотрели, и естественно украшались. Стеклянные браслеты, бусы, сережки, колечки, буковицы, красотрасы средневековья находятся в этой витрине. Следующая витрина – это нательные крестики. Подходите, пожалуйста, поближе. С этого места я вам все расскажу. Под номером 17 внизу видите большой крестик. Видите? Это русский нательный крестик, который открывался, наполнялся мощами, святого закрывался и мобноситься. Под номером 1 большой крест. Это ритуал. 15 – цветейная форма, как делали крестики. 23 по 26 рядочек крестиков сверху, видите? Это итальянские крестики, превозные. А якоря маленькие служили в двух случаях. То есть, когда моря уходил в долгой и счастливой оклавной. Бросал в море на возвращение, или же возил с собой на шее, как колесман. Этими якорями отпечатывали товар. 41 – Георгий Победоносий. Эта икона, видите, посередине полонайкина, в той башне, которая была с каменным сходом. Плучано-дефилейские димования при раскопках в 1915 году. Дальше же – надкробные памятники между витринками. Следующая витринка – это византийские османские монеты. Византийские димования при раскопках в 1915 году. Изображение цветово-мужской, изображение черепного – проскорный. Три герба над фреской, третий герба не сапронет. А в городе только были найдены от герба. Ядра каменные, которые метали и избались. Я прошу детей, чтобы дети под присмотром родителей. Они трогают экспозиции. Чей ребенок? Ядра каменные, которые метали и избались. Античные димования. Каменные, шеи, черепные кирпичи, которые приняли за себя. Ищи фото снанотного кировичных летных внеса. Их выражают, что вам подошли. И давайте все вместе подойдем к вам. И вот это дело молится. Перед тем, как войти в город, крестились выходить с города, также крестились. Два герба говорят о консуле Дермигах. Затем в цена 1469 года. Внизу армянские хачкары, византийские и неоткорные памятники. Самое интересное, это фотографии. Какая-либо плодой после реставрации. Это вы можете сверху установить. Первые две фотографии, это вторая председатель. В реставре, мы с вами уже проходили сверху. Мы очень хорошо выходим в реставрации, консульские, самые крупные и очень важные. Видите, там стены практически разберутся. Следующая фотография, вы не забывали ваши четыре стены. И так же с вами работаете. А на самом деле, Юрий, сейчас у меня случится право. Вот такой кустой, после реставрации. Пипа, пожалуйста, ручками не трогай. Женщина пипа, кстати, не трогай. И следующие две фотографии, это консульские мамы и папаши. После их курса, да, опять можете зайти в курсы и пересмотреть все экспозиции. Они все-все подписаны. А я вас приглашаю на видовую площадку.